Мы продолжаем читать третью песнь Шимадбхагаватам, глава 28, стих 39. Извлобожденная душа способна понять свое отличие от материального тела. The status of real knowledge is explained in this verse. There are many children. We accept some children as our own sons and daughters because of our affection for them. Although we know very well that these children are different from us. Similarly, because of great affection for money, we accept some amount of money in the bank as ours. In the same way, we claim that the body is ours because of affection for it. I say this is my body. В этом стихе описан образ мысли человека, обладающего истинным знанием. На свете много детей, но к некоторым из них мы особенно привязаны, и потому считаем их своими сыновьями и дочерьми, хотя прекрасно понимаем, что эти дети отличны от нас. Аналогичным образом, из-за сильной привязанности к деньгам, мы считаем своими деньги, которые положили в банк. Точно так же мы считаем своим тело, потому что привязаны к нему и любим его. И стихо! possessive concept and say it is my hand my leg and further it is my bank balance my son my daughter but actually i know that the son and the money are separate from me it is the same with the body i'm separate from my body it is a question of understanding and the proper understanding is called prati buddha by obtaining knowledge and devotional service archbishop consciousness one can become a liberated soul сначала я говорю что это мое тело мое затем я распространяю эти представления на члены этого тела это моя рука моя нога а после этого заявляю это мой счет в банке мой сын моя дочь однако на самом деле мне известно что сын и деньги существуют отдельно от меня тоже касается материального тела я отличен от своего тела эту истину нетрудно понять и такое адекватное понимание реальности называется прати буддха это понимание приходит человеку в процессе преданного служения и благодаря этому знанию или сознанию кришны он становится освобожденной душой назначает Продолжение следует... 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 Господь, Верховная Личность Бога, которого называют Парамбрамой, выступает в роли наблюдателя. Он отличен от живы индивидуального живого существа, которое соединено с чувствами, пятью элементами и сознанием. Продолжение следует... В этом стихе дано ясное представление полного целого. Живое существо отлично от материальных элементов, а Верховное Живое Существо Господь, который является творцом материальных элементов, отлично от атомарного живого существа, индивидуальной души. Эта философия, которую проповедовал Господь Шайтанья, известна под именем Ачинтия Беда Беда Татва. Эта Ачинтия Беда Беда Татва, это база понимания, то есть это самая основная вещь. Если мы не поймем ее, то мы не можем понять ничего другого. И поэтому мы должны просто принять это. Ачинтия Беда Беда Татва означает, что Кришна одновременно един со всем и различен. Кришна. Каждый элемент бытия тождественен всем остальным его элементам и в то же время отличен от них. Материальный космос, который Верховный Господь творит посредством своей материальной энергии, также одновременно отличен и неотличен от Него самого. Материальная энергия тождественна Верховному Господу, но в то же время отлична от Него, поскольку действует иначе. Аналогичным образом живое существо тождественно Верховному Господу и вместе с тем отлична от Него. Эта доктрина одновременного тождества и различия является совершенным творением философской школы Бхагавата, что подтверждает здесь Господь Капиладе. Продолжение следует... They are part and parcel. The material energy is compared to the smoke. Fire is also part and parcel of the Supreme Lord. In the Vishnu Puran it is said that whatever we can see or experience, either in this material or spiritual world, is an expansion of the different energies of the Supreme Lord. As fire distributes its light and heat from one place, the Supreme Personality of Godhead distributes its different energies all over the creation. Живые существа подобны искрам. Как говорилось в предыдущем стихе, огонь, пламя, дым и дрова образуют единое целое. Данный стих описывает живое существо, материальные элементы и верховную личность Бога как единое целое. Положение живых существ в этой системе подобно положению искр, которые являются составными частицами огня. Материальную энергию сравнивают с дымом. Огонь также является частицей Верховного Господа. В Vishnu Puran сказано, что все, что мы видим вокруг себя, то есть все сущее в материальном и духовном мире, представляет собой проявление различных энергий Верховного Господа. Подобно тому, как огонь, находясь в одном месте, распространяет вокруг себя тепло и свет, Верховная Личность Бога распространяет свои многообразные энергии по всему творению. Продолжение следует... Все четыре принципы о Вишнуисме это шуда-адвайта, чистый нон-дуализм, двайта-адвайта, одновременное тождество и различия, Вишишта-адвайта и двайта. Все четыре доктрины основаны на постулате, сформулированном в этих двух стихах, Симат Бхагаватам. Я знаю, мы были с Праупадой в Хайдарбаде, в Хайдарбаде, в Хаус программе, и кто-то спросил об этих четырех вещах, и Праупада даже не ответил на это, он продолжал говорить на какие-то другие темы. Потому что эти все доктрины сами по себе хороши, и каждый ачария он раскрывал что-то новое в своей доктрине, то есть раскрывал ее еще больше, еще глубже, и в конце концов Господь Чайтанья он разгласил доктрину Ачинти Абеда-беда-татва, в которой все объяснено на высшем уровне. So the attention, you know, and in the Bhagavad Gita, chapter 9, starting with verse 4, then there's, you know, the basic explanation of Ачинти Абеда-беда-татвы. В 9 главе Бхагавадгиты, начиная с четвертого стиха, приводится хорошее объяснение Ачинти Абеда-беда-татвы. Okay. A yogi should see all the same soul in all manifestations, for all that exists is the manifestation of different energies of the Supreme. In this way, the devotees should see all living energies without distinction. That is the realization of the Supreme Soul. In the state of Brahmasamita, not only does the Supreme Soul enter each and every universe, but the Supreme Soul is a part of the Supreme Soul. but he enters even the atoms. The Supreme Soul is present everywhere in an adornment stage. And when one can see the presence of the Supreme Soul everywhere, one is liberated from a material designation. Как сказано в Брама Самхите, Высшая душа входит не только в каждую Вселенную, но и в каждый атом творения. Высшая душа пребывает всюду, но она скрыта от наших глаз, и тот, кто способен увидеть присутствие сверхдуши во всем сущем, освобождается от материальных самоотождествлений. The word Sarbhavuteshu is to be understood as follows. There are four different divisions of species. Living entities which sprout from the earth, living entities born of fermentation or germination, living entities which come out from eggs, and living entities that come out from the embryo. These four divisions are expanded in 8,400,000 species of life. A person who is freed from material designations can see the same quality of spirit present everywhere or in every manifested living entity. Less intelligent men think that plants and grass go out of the earth automatically, but one who is actually intelligent and has realized itself can see that the growth is not automatic. The cause is the soul, and the forms come out, material bodies under different conditions. The word Sarbhavuteshu означает следующее. Есть четыре класса живых существ. Живые существа, растущие из земли, живые существа, зарождающиеся в процессе брожения или ферментации, живые существа, появляющиеся на свет из яиц, и живые существа, которые развиваются из-за родыша. Эти четыре типа живых существ представлены в 8,400,000 формах жизни. Тот, кто избавился от материальных самоотождествлений, видит в каждом живом существе единое духовное начало. Не слишком разумные люди считают, что деревья и трава вырастают из земли сами по себе, но тот, кто действительно обладает разумом, кто осознал свою духовную природу, видит, что причиной роста растений является душа, которая принимает различные формы, воплощаясь в разных материальных телах, в зависимости от условий существования. Продолжение следует... Продолжение следует... Микробы размножаются в лабораторных условиях, в процессе ферментации, но их рост обусловлен присутствием души. Ученые-материалисты считают, что в яйце нет жизни, однако это далеко не так. Из ведических писаний мы узнаем, что различные виды живых существ появляются на свет по-разному. Птицы вылупляются из яиц, а животные и люди развиваются из-за родышей. Йог или преданные обладают совершенным видением, ибо видят присутствие живого существа во всем, что его окружает. Субтитры создавал DimaTorzok As fire is exhibited in different forms of wood, so under different conditions, in the modes of nature, the pure spirit soul manifests in different bodies. Подобно тому, как разные виды дров горят по-разному, чистая духовная душа, попадая под влияние различных сочетаний гун материальной природы, проявляет себя в разных телах. Например, разные дрова горят по-разному, если у вас такой большой кусок дерева, то пламя будет больше, если маленький, то меньше. И подобным же образом, живые существа, они имеют на влияние гун материальной природы по-разному. Субтитры создавал DimaTorzok It is to be understood that the body as designated prakriti is an interaction by the three modes of material nature. And according to these modes, someone has a small body, someone has a very large body. For example, the fire in the big piece of wood appears very big. And in a stick, the fire appears small. Actually, the quality of the fire is the same everywhere. But the manifestation of material nature is such that according to the fuel, the fire appears bigger and smaller. Similarly, the soul and the universal body, although of the same quality, is different from the soul and the smaller body. full, the fire is a very large body. Необходимо уяснить, что каждое тело обладает уникальными и ему одному присущими чертами. Пракрити представляет собой взаимодействие трех гун материальной природы и в зависимости от влияния этих гун, одно живое существо получает маленькое тело, а другое большое. Если, к примеру, зажечь большое полено, пламя огня тоже будет большим, и в сравнении с ним огонь, которым горит лучина, покажется совсем маленьким. В сущности, качество огня и в том, и в другом случае одинаково, но материальная природа проявляет себя так, что в зависимости от дров огонь выглядит большим или маленьким. Подобно этому, душа, находящаяся в теле Вселенной, отлично от души в теле небольшого размера, хотя в качественном отношении они одинаковы. Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok» «Субтитры создавал DimaTorzok» «Субтитры создавал DimaTorzok» «Субтитры создавал DimaTorzok» и «Субтитры создавал DimaTorzok» 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 Когда атомарная душа считает себя равной в количественном отношении сверхдуши, она находится во власти Майи, поскольку это представление не соответствует ее истинному положению. Никакие философские рассуждения не способны сделать индивидуальную душу сверхдушой. «Смалут или галст flu AwardDo» Субтитры создавал DimaTorzok Вараха Пурана определяет масштабы различных душ понятием свамша-вибхинамша, свамши называют верховную личность Бога, а души вибхинамша вечно остаются крошечными частицами высшей души, что подтверждается в Бхагавадгите. Индивидуальные живые существа вечно остаются атомарными частицами и потому не могут в количественном отношении сравняться со сверхдушой. Некоторые существа Майаваддеры думают, что иногда они медитают на Вишну и сердце, и когда они видят Вишну и сердце, они думают, что это я. Поэтому глупые Майавадди, хотя иногда они медитируют на Вишну, которая находится в сердце, но когда они его наконец видят, они думают, что это я. Это очень глупо. Это очень глупо. Это очень глупо. Согласно. Та смат ИМАМ СВАМ ПРАКРИТЕМ意 ДАИВИМ САТАДАСАТОМЯ Кам-гару-бхавям-парабхавя-свару-пэна-vatishthate. Thus, the yogi can be in a self-realized position after conquering the insurmountable spell of maya, who presents himself as both the cause and effect of this material manifestation, and is therefore very difficult to understand. Таким образом, yogi обретает самосознание, одержав победу над неодолимой майей, постичь которую невероятно трудно, ибо она выдает себя за причину и следствие материального космоса. Субтитры создавал DimaTorzok which covers the knowledge of the living entity, is insurmountable. However, one who surrenders to Krishna, supreme personality of Godhead, can conquer this seemingly insurmountable spell of maya. Here also to state that the daiva prakriti, or the external energy of the Supreme Lord, is durvibhavya, very difficult to understand, and very difficult to conquer. One must, however, conquer this insurmountable spell of maya. And this is possible by the grace of the Lord, when God reveals himself to the surrendered soul. It is also stated here, swarup penah vitiṣṭhate. Swarup means that one has to know that he is not the supreme soul, but rather part and parcel of the supreme soul. That is self-realization. To think falsely that one is the supreme soul, and that one is all-pervading, is not swarup. This is the realization of his actual position. The real position is that one is part and parcel. It is recommended here that one remain in that position of actual self-realization. In Bhagavad-gita, this understanding was described as Brahman-realization. In Bhagavad-gita, it is said that the living being is not the same before the mahi, which is the same as the consciousness. However, the one who betrayed Krishna, the Supreme Personality of God, can come out of the power of maya, which is not the victory. Here, in the practice of the inner energy of the Lord, is also called Durvibhavya, which means it is difficult to overcome and not overcome. Однако мы должны победить неодолимую майю, сбросив в себя ее чары, и сделать это можно по милости Господа, когда Господь откроет себя предавшейся душе. Здесь также сказано «Сварупы на ватиштате». Возвращение в свою сварупу предполагает, что человек осознает свою истинную природу, иначе говоря, понимает, что он является не высшей душой, а частицей высшей души. В этом смысл самоосознания. Когда живое существо мнит себя высшей душой и думает, что является вездесущим, его представления о себе не имеют ничего общего со сварупой. Это значит, что оно не осознает своего истинного положения и не понимает, что является частицей Всевышнего. В данном стихе идет речь о необходимости раз и навсегда понять свою истинную природу. Бхагавадгита определяет это состояние сознания как осознание Брамана. Если это не так, то, что это не так, то, что душа так активна в своей абнормальной состоянии, существующей under the covering of matter, то, как можно отказать активность, когда свободна? Тот, кто осознает Браман, может принять участие в его деятельности. Люди, не осознавшие своей духовной природы, занимаются деятельностью, которая основана на ложном отождествлении себя с телом. Но когда человек осознает свою истинную природу, он начинает действовать на уровне Брамана. Философы Майавади утверждают, что душа, осознавшая Браман, прекращает всякую деятельность. Но на самом деле это не так. Если душа, покрытая материальными оболочками, так активна в этом противоестественном для нее состоянии, логично ли думать, что сбросив в себя материальное покрытие, оно перестает действовать? Чтобы понять нелепость этого утверждения, можно привести такую аналогию. Если больной человек активно занимается деятельностью, то есть ли основания полагать, что выздоровев, он прекратит свою деятельность? Продолжение следует... Продолжение следует... If a man in a diseased condition is very active, how can one imagine that when he is free from the disease, he will be not active? That means the man is an active man, but now he is sick, so he is not active. Если больной человек активно занимается деятельностью, то есть ли основания полагать, что выздоровев, он прекратит свою деятельность? Naturally, the conclusion is that when one is free from all disease, his activities are pure. It may be said that the activities of Brahman realization are different from those of the conditioned life, but that does not stop activity. This is indicated in Bhagavad Gita, after one realizes oneself to be Brahman, devotional service begins. Madh-bhaktim-labhate-param, Bhagavad Gita, 1854. After Brahman realization, one can engage in devotional service of the Lord. Therefore, devotional service is activity on the Brahman realization. Ответ на этот вопрос очевиден. Став здоровым, живое существо продолжает действовать, но его деятельность очищается. Можно сказать, что деятельность на уровне Brahman отлична от деятельности обусловленных живых существ, но сама по себе деятельность не прекращается. О том же сказано в Bhagavad Gita, 1854. Живое существо, осознавшее себя Brahman, начинает заниматься преданным служением. Тот, кто осознал Браман, может приступить к преданному служению Господу. Таким образом, преданное служение Господу – это деятельность в сознании Брамана. For those who engage in devotional service, there's no spell of Maya. And that situation is all perfect. The duty of the living entity as a part and parcel of the whole is to render devotional service to the whole. So, that is the ultimate perfection of life. Let us send the Bhagavad Gita Vedanta purport to the 3rd canno, 28th chapter, Lord Kapila's instructions in the execution of devotional service. Над теми, кто занимается преданным служением, Maya утрачивает свою власть. Их положение является во всех отношениях совершенным. Долг живого существа, как части целого, состоит в том, чтобы с любовью и преданностью служить целому. Это высшее совершенство жизни. Так заканчивается комментарий Бхакти Vedanta в 28 главе третьей песни с Шимадхбхагаватам, которая называется «Наставление Господа Капилы о практике преданного служения». Девахутивача. Девахутивача. This chapter is called Lord Explanation of Devotional Service by Kapila. Следующая глава, 29 глава, называется «Господь Капила описывает преданное служение». Девахутивача. Пахти-йога-симе-маргам Брухи-вистадаша-право Девахутивача. Девахутивача inquired, «Мои, dear Lord, you have already very scientifically described the symptoms of the total material nature and the characteristics of the spirit according to the Sankhya system of philosophy. Now I shall request you to explain the path to devotional service which is the ultimate and of all philosophical systems». Девахутивача сказала, «О мой Господь, ты уже дал научное описание признаков совокупной формы материальной энергии и свойств духа в соответствии с философией Сангхи. А теперь, пожалуйста, расскажи о пути преданного служения, который является венцом всех философских систем». In this 29th chapter, the glories of devotional service are elaborately explained and the influence of time on the conditioned soul is also described. The purpose of elaborately describing the influence of time is to detach the conditioned soul from those material activities which are considered to be simply a waste of time. In the previous chapter, material nature, the spirit soul, and the supreme lord, super soul are analytically studied. And in this chapter, the principles of bhakti yoga or devotional service, the execution of activities and the eternal relationship between the living entity and the personality of God are explained. В 29 главе третьей песни с Шимадбхагаватам рассказывается о величии преданного служения и о том, как время влияет на обусловленную душу. Влияние времени описывается так подробно для того, чтобы побудить обусловленную душу отказаться от материальной деятельности, которая является пустой упратое времени. В предыдущей главе было дано систематичное описание материальной природы, духа и верховного господа или сверхдуши. А в этой главе излагаются принципы bhakti-йоги или преданного служения, деятельности, которое живое существо занимается в рамках своих вечных взаимоотношений с верховной личностью Бога. Бхактия-йога, devotional service, is the basic principle of all systems of philosophy. All philosophy which does not aim for devotional service of the Lord is considered merely mental speculation. But of course, bhakti-yoga with no philosophical basis is more or less sentiment. There are two classes of men. Some consider themselves intellectually advanced and simply speculate and meditate, and others are sentimental and have no philosophical basis for their propositions. Neither of these can achieve the highest goal of life, or if they do, it will take them many, many years. Vedic literature therefore suggests that there are three elements, namely the Supreme Lord, the living entity, and their eternal relationship. And the goal of life is to follow the principles of bhakti or devotional service and ultimately attain to the planet of the Supreme Lord in full devotion and love as an internal servitor of the Lord. Bhakti-yoga, преданное служение, лежит в основе всех философских систем. Любую философию, которая не приводит человека к пониманию необходимости преданного служения, следует читать философской концепцией спекулятивного толка. Однако сама bhakti-yoga, лишенная философской основы, остается в большей или меньшей степени религиозными сентиментами. Есть две категории людей. Одни считают себя интеллектуалами и проводят время в философских рассуждениях или медитируют, а другие доверяют только своим эмоциям и не имеют философского обоснования своих взглядов. Ни те, ни другие не смогут достичь высшей цели жизни, а если и смогут, то им потребуется для этого многие будут. Санкью philosophy is the analytical study of all existence. One has to understand everything by examining its nature and characteristics. This is called acquirement of knowledge. But one should not simply acquire knowledge without reaching the goal of life and the basic principle for acquiring knowledge, bhakti yoga. If we give up bhakti yoga and simply busy ourselves in the analytical study of the nature of things as they are, then the result will be practically nil. as is stated in the bhakti yoga that such engagement is something like husking a patty. There is no use beating the husk if the grain has already been removed by the scientific study of material nature, the living entity and the super soul. One has to understand the basic principle of devotional service to the world. Vedas говорят о существовании трех начал верховного господа, живого существа и вечных отношений, которые связывают живое существо с господом. Соответственно, цель жизни заключается в том, чтобы, следуя принципам bhakti или преданного служения, развить в себе любовь к Богу, стать его вечным слугой и в конечном счете достичь планеты верховной личности Бога. Философия Санки анализирует строение окружающего нас мира. Чтобы постичь суть вещей, необходимо изучить их природу и свойства. Это называется процессом познания. Однако, познание окружающего мира должно быть не самоцелью, а средством достижения цели жизни, bhakti-yoga, которая лежит в основе процесса познания. Тот, тот, кто утвергает bhakti-yoga и занимается исключительно аналитическим изучением природы вещей, практически ничего не достигает. Бхагаватам сравнивают такое занятие с лущением пустой рисовой шелухи. В пустой шелухе нет риса, поэтому тот, кто лущит ее, только напрасно тратит свое время. Научный анализ материальной природы живого существа и сверх души должен приводить к постижению основы всех основ, которые являются преданное служение Господу. Виарагойена будушо bhагаван sarvatобавет начак сва jива локас ya vividа mama samshiti Deva Hudi continue. My dear Lord, please also describe in detail, both for me and for the people in general. the continual process of birth and death, for by hearing of such calamity we will become detached from the activities of this material world. Deva Hudi продолжala O мой Господь соблаговали также рассказать мне и всем людям о круговороте samsara ибо слушая о муках связанных с рождением и смертью мы сможем отречься от материальной деятельности. Кришна says one of the factors of knowledge is to be always aware of the evils of birth death disease and old age. Капила is saying the same thing. Капила Дева нужно всегда помнить о том что есть рождение смерть старости болезни и здесь Капила Дева говорит о том же. In the darkest region of material existence. Люди, кто не знает о этом материальном мире, Бог и их общей интимной связи с Он, они действительно идут в текущую региону материального существования, в том числе прогресса, в развитии материального обновления цивилизации. Ключевым в данном стихе является слово сам стри. Шрея Срити – это благословенный путь, ведущий в Царство Верховной Личности Бога, а сам Срити – нескончаемое странствие по дороге рождения и смерти, ведущие в темнейшие области материального существования. Люди, лишенные знания о материальном мире, Боге и своих близких отношениях с Ним, по сути дела катятся в темнейшие области материального существования. При этом они называют свое движение прогрессом материальной цивилизации. People who have no knowledge of God, have no knowledge of this mature world, God and their actual intimate relationship are actually going to the darkest region. To enter the darkest region of material existence means to enter into the species of life other than human. Ignorant men do not know that after this life they are completely under the grip of material nature and will be offered a life which may not be very congenial. How a living entity gets different kinds of bodies will be explained in the next chapter. This continual change of bodies in birth and death is called Svamsara. Devahuti requests their glorious son, Kapila Muni, to explain about this continued journey to impress upon the conditioned souls if they are undergoing a path of degradation by not understanding the path of bhakti-yoga, devolutional service. Попасть в темнейшие сферы материального бытия значит воплотиться в формах жизни, отличных от человеческой. Невежественные люди не знают, что когда истечет время, отпущенное им на жизнь, они окажутся в полной власти материальной природы и будут вынуждены родиться вновь далеко не в лучшем теле. О том, как живое существо получает тела различных видов, будет рассказано в следующей главе. Процесс непрерывной смены тел в круговороте рождения и смертей называют самсарой. Devahuti просит своего великого сына, Kapila, рассказать об этих непрекращающихся скитаниях живых существ, чтобы убедить обусловленные души в том, что, не зная о пути bhakti-yoga, предного служения, они идут путем, ведущим к деградации. Продолжение следует... Продолжение следует... Please also describe eternal time, which is a representation of your form and by those influenced people in general engaged in the performance of bias activities. Пожалуйста, расскажи мне также о вечном времени, которое является одним из твоих проявлений и под влиянием которого обыкновенные люди занимаются благочестивой деятельностью. Продолжение следует... Продолжение следует... However ignorant one may be regarding the path of good fortune and the path down to the darkest region of ignorance, everyone is aware of the influence of eternal time, which devours all the effects of our material activities. The body is born at a certain time and immediately the influence of time acts on it. From the date of the birth of the body, the influence of death is also acting. The advancement of age entails the influence of time on the body. If a man is 30 or 50 years old, then the influence of time is already devoured 30 or 50 years of his duration of life. Даже тот, кто ничего не знает о пути к счастью и о пути, ведущем в темнейшей области невежества, ощущает на себе влияние вечного времени, которое поглощает все плоды материальной деятельности. Наше тело появляется на свет в определенный момент времени и сразу оказывается во власти вечного времени. С того самого момента, когда тело появляется на свет, оно начинает умирать. Власть времени над телом проявляется в процессах роста и старения. Если человеку исполнилось 30 или 50 лет, значит время уже поглотило 30 или 50 лет его жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Everyone is conscious of the last stage of life when he will meet the cruel hands of death. But some consider their age and circumstances, concern themselves with the influence of time and thus engage in pious activities so that the future, they will not be put into a low family or an animal species. Generally, people are taxed to sense gratification and so aspire for life on the heavenly planets. Therefore, they engage themselves in charitable or other pious activities. But actually, as stated in Bhagavad Gita, one cannot get relief from the chain of birth and death even if he goes to the highest planet from Malauka because the influence of time is present everywhere within this material world. In the spiritual world, however, time factor has no influence. Every person knows, that when time of life is in his life, he will be found in tears of death. But some people, close to the старости or close to the tough circumstances, start to think about the influence of time and because they are looking forward to to the best practices, to be in the future to not be born in the lower levels of human society or not to be degraded to the level of живот. В большинстве своем люди, одержимые желанием чувственных удовольствий, стремятся попасть на райские планеты и ради этого занимаются благотворительностью и другими видами благочестивой деятельности. Однако на самом деле, как сказано в Багавадгите, даже на высшей планете материального мира Брамалоки живое существо ожидают те же муки рождения и смерти, ибо влияние времени распространяется на весь материальный мир. Но в духовном мире влияние фактора времени никак не ощущается. Продолжение следует... Продолжение следует... О мой Господь! Подобно солнцу, ты рассеиваешь тьму обусловленной жизни, поглотившую живые существа. Око их мудрости закрыто, и потому они вечно спят во тьме неведения, лишенные пристанища под сенью твоих лотосных стоп. Невежественны и заблудшие, они погрязли в призрачной материальной деятельности и ее последствиях, и потому выглядят такими изнуренными. Парк... Продолжение следует... Из данного стиха ярствует, що Шримати Дева Хути... Из данного стиха ярствует, що Шримати Дева Хути... Великая Мать Господа Капилы сочувствует измученным жизни людям, которые, не зная цели своего существования, спят погруженные во тьму иллюзии. Каждый вайшнав, преданный Господа, считает своим долгом разбудить спящие живые существа, поэтому Девахути просит своего Великого Сына озарить жизнь обусловленных душ светом знания и положить конец их мучительному обусловленному существованию. Она называет здесь Господа Йога Баскара, что значит «Солнце Йоги». До этого Девахути просила своего Великого Сына описать путь Бхакти-Йоги, и Господь рассказал ей о Бхакти-Йоге, назвав эту Йогу «Высшая система Йоги». Бхакти-Йога «Высшая система» Бхакти-Йога «Высшая система» Бхакти-Йоги «Высшая система» Бхакти-Йога «Высшая система» Бхакти-Йога «Высшая система» not caring for the eternal necessities of life then he is part of a civilization whose advancement puts to living entities in the darkest region of ignorance sleeping in that darkest region one does not get any refreshing but rather gradually becomes fatigued he invents many processes to adjust his fatigued position but he fails and thus remains compute the only path for mitigating the fatigue is in the struggle for existence is the path of devolution of sinners of the Christian consciousness bhakti-yoga, подобно солнцу, освещает путь по которому обусловленные души чье плачевное положение в нескольких словах описано в данном стихе могут прийти к освобождению обусловленные души слепы и потому не способны видеть что принесет им истинное благо они не понимают что цель человеческой жизни заключается не в том чтобы стараться удовлетворить свои постоянно возрастающие материальные потребности материальное тело существует на протяжении всего нескольких лет но сами живые существа являются вечными и имеют вечные потребности те кто заботится только об удовлетворении потребностей тела пренебрегая вечными потребностями души принадлежит цивилизации которая в ходе своего развития приводит живые существа в темнейшие области невежества живое существо погруженное в сон не видит просвета в этой тьме и постоянно его одолевает усталость оно всячески старается стряхнуть себя эту усталость или приспособиться к ней но все его попытки заканчиваются неудачей и оно все глубже и глубже погружается во тьму невежества единственный способ избавиться от усталости которая накопилась в нас за долгие годы борьбы за существование это преданное служение или сознание кришна отец молча отец 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 The great sage Kapila, moved by great compassion and pleased by the words of his glorious mother, spoke as follows. Lord Kapila is very much satisfied by the request of his glorious mother, because she was thinking, not only in terms of her personal salvation, but in terms of all the conditioned souls. The Lord is always compassionate toward the fallen souls of this material world. Therefore, he comes himself or sends his confidential servants to deliver them. Since he is perpetually compassionate towards them, if some of his devotees also become compassionate towards them, he's very pleased with the devotees. In Bhagavad Gita, it is clearly stated that persons who are trying to elevate the condition of the fallen souls by preaching the conclusion of Bhagavad Gita, namely full surrender to the personality of Godhead, are very dear to him. Thus, when the Lord saw that his beloved mother was very compassionate toward the fallen souls, he was pleased. He also became compassionate towards her. Lord Kapila is very pleased with the request of his beloved mother, who was worried about the salvation of his own soul, but also about the salvation of all souls. Lord Kapila is always looking forward to the salvation of all souls, living in the material world, and to save them, he comes back to the salvation of their own souls. In Bhagavad Gita, it is said that those who are trying to估讀 people, who are trying to估讀 people, who are trying to估讀 people, to their own souls, and who are trying to估讀 people, are trying to believe in their own soul. Продолжение следует... 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 Все это очень хорошо описано в Бхагавадгите. В сущности, путь преданного служения один, но в зависимости от состояния преданного, его служение может принимать различные формы, о чем будет сказано в последующих стихах. В сущности, путь преданного служения. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гоне невежества. В сущности, путь преданного служения может быть в гоне невежества. Потому что все зависит от сознания того, кто его исполняет. Это не только то, что мы делаем. Кто-то может думать, что я дал такое большое пожертвование, но то, что на что Кришна смотрит, это на то причина, по которой вы это сделали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы делаете, в каком сознании вы находитесь, когда вы это делаете? Это не просто проведение пуджи или какой-то другой вид служения. Например, вы можете ходить на работу, и это тоже может быть преданным служением, если вы делаете это для Кришны. Поэтому внимательно слушайте комментарии. Стримад-багатам 1. Кando 2. That the highest and most glorious religion is the attainment of causeless, unmotivated devotional service. In pure devotional service, the only motive should be the pleased Supreme Personality of Godhead. И это не застанавливается, это не застанавливается, это уничтожается, а в живой жизни. Во второй главе первой песни Шимат-Бхагава там говорилось, что высшая и самая чистая религия – это беспричинное, ничем не мотивированное преданное служение. Единственным мотивом человека, занятого чистым преданным служением, является желание доставить удовольствие верховной личности Бога. Это, в сущности, не мотив, а чистое состояние живого существа. Сейчас много людей говорят о хорошем поведении, и многие из них подчеркивают бескорыстное служение. Это значит, что люди потихоньку задумываются о гуне благости, потому что такое гуне является бескорыстное служение. Но, конечно, есть бескорыстное служение, которое мы можем сделать – это то, когда мы предлагаем себя Кришне. И говорится, что настоящий экзамен в том, что вы делаете для того, кто не может вам ничем отплатить. Но идея заключается в том, что вы должны это делать для всех. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подписывайтесь на л fighting... Причём на л се, л другом. Поll точки, м eldив owна вскры rela rings. Продолжение следует... В Благобагетра. Продолжение следует вступление. Должение следует... Vielleicht này. Продолжение следует... По свидетельству. Это директора... Господ budget構 Она... Это pure devotional служение. Но если у вас есть мотив для личной гражданности, то в devotional служение будет разнообразным. Такой человек может быть визит, радостный, визит, венит, 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 венит. Духовный учитель является полномочным представителем Верховного Господа, ибо он получает указания Господа и без искажений передает их по цепи ученической преемственности Парампари. В Багавадгите сказано, что содержащиеся в ней знания должно быть получено по Парампари. В противном случае оно будет искажено. Чистое преданное служение начинается тогда, когда человек принимает истинного духовного учителя и под его руководством занимается преданным служением, движимым желанием удовлетворить Господа. Но когда целью человека является удовлетворение собственных чувств, его преданное служение принимает иные формы. Такой человек нередко агрессивен, горд, завистлив и ставит свои интересы выше интересов Господа. Продолжение следует... It is mixed and is of the lowest grade. Томас Та. Тот, кто хочет служить Верховному Господу, но при этом гордится собой, завидует другим людям или враждебно относится к ним, действует движим и гневом. Такой человек обычно считает себя самым лучшим преданным. Такого рода преданное служение не является чистым. Это низшая форма преданного служения Та. Продолжение следует... But if one is not pure and still has motives, then he is not a Vaishnava of the first order of good character. One may offer his respects to such a Vaishnava because he has accepted the Supreme Lord as the ultimate goal. But one should not keep company with a Vaishnava who is in a mode of ignorance. Силавиш Вананха Чакраварти Такур советует избегать общения с Vaishnavами дурного нрава. Vaishnav называют любого, для кого Верховная Личность Бога является высшей целью жизни. Однако, того, кто еще не очистился и продолжает преследовать какие-то корыстные цели, нельзя считать Ваishnavом первого класса, обладающим всеми возвышенными качествами. Такому Ваishnavu можно выражать почтение, так как он считает Верховного Господа высшей целью своей жизни. Но поскольку он находится в гуне невежества, с ним не следует поддерживать близкие отношения. Продолжение следует... Когда божеству в храме поклоняется индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, его служение является преданным служения в гуне страсти. Продолжение следует... Это очень важно правильно понять смысл слова индивидуалист. Этим словом переведены санскритские слова бхинадрик и притхагбхава. Индивидуалистам называют того, кто отделяет свои интересы от интересов Господа. Преданный, находящийся под влиянием гун страсти и невежества, уверены, что главной заботой Верховного Господа является исполнение их желаний и просьб. Цель таких преданных — получить от Господа как можно больше материальных благ для удовлетворения собственных чувств. И так то, что, о чем говорится, здесь очень похоже на то, как описываются действия в гунах материальной природы в Бхагавадгите. Но в Бхагавадгите говорится о пожертвованиях в гуне материальной природы и других вещах, а здесь говорится о преданном служении и преданном служении под влиянием различных гун материальной природы. Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле чистая преданность, о которой шла речь в предыдущей главе, предполагает, что ум преданного приведен в гармонию с умом Верховного Господа. Единственным желанием преданного должно стать исполнение воли Всевышнего. В этом заключается единство преданного и Господа. Но когда у преданного есть интересы или желания, отличные от интересов Верховного Господа, его умонастроение называют умонастроением индивидуалиста. Если такой преданный жаждет материальных удовольствий, не связанных со служением Верховному Господу, или рассчитывать, что Господь пошлет ему по своей милости, славу и богатство, это указывает на то, что он находится под влиянием гунной страсти. Продолжение следует... 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 and empiric philosophical speculation. Pure devotional service is transcendental to all material qualities. Haribo. What's your name? My name is Sanjay Moodley. Are you working with the... I'm working with my son, I'm in Assange. Oh. Desiretory? Yeah, I'm working. I'm writing Krishna TV. Right. Yeah, a lot of things. Okay, good. I'm... Five minutes. Thank you. Thank you. Haribo. Haribo, Larry. Чистое преданное служение, по словам Рупи Госвами, полностью свободно от материальных желаний. В нем нет места личным или материальным интересам. Деятельность в преданном служении должна быть transcendent к кармической деятельности или эмпирической философии. Чистое преданное служение не осквернено никакими материальными качествами. Деятельность в преданном служении. Деятельность в преданном служении. Such as hearing, chanting, remembering, worshiping, offering prayers, rendering service, and surrendering everything. And each of them can be divided into three qualitative categories. There is hearing in the mode of passion, in the mode of ignorance, and in the mode of goodness. Similarly, there is chanting in the mode of ignorance, passion, and goodness. Three multiplied by nine equals 27. And then again multiplied by three it becomes 81. One has to transcend all such mixed materialistic devotional service in order to reach the standard of pure devotional service as explained in the next verses. Существует 81 разновидность преданного служения в гунах невежества, страсти и благости. Имеется в виду слушание, повторение, памятование, поклонение Божеству в храме, вознесение, молитвы, служение, принесение в жертву всей своей собственности и так далее. Есть слушание в гуне страсти, в гуне невежества и в гуне благости. Подобно этому повторение также может относиться к гуням невежества, страсти или благости и так далее. Трижды девять – 27, а 27 умноженное на три равняется 81. Преданный должен подняться над всеми видами оскверненного материалистического предного служения, чтобы достичь уровня чистого предного служения, о котором говорится в следующих стихах. Мад гуна-шути-матрена ма-шути-матрена ма-шути-матрена та ма-шути-матрена. Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме преданного развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени верхом на личности Бога и описаний трансцендентных качеств Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа. Подобно тому, как воды Ганги сами текут к океану, экстаз чистого предного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия. The basic principle of this unadulterated pure devotional service is love of God is mad gуна-шути-матрена means just after hearing about the transcendental qualities of the supreme personality of God these qualities are called nirguna the supreme lord is uncontaminated by the modes of the material nature therefore he is attractive to the pure devotee there is no need to practice meditation to attain such attraction the pure devotee is already on the transcendental stage and the affinity between him and the supreme personality of God is natural and is compared to the Ganges water flowing towards the sea to the to the the flow of the Ganges water cannot be stopped by any condition we've seen that when the floods in Mayapur they have a lot of dams along the way but when the water really floods the dams don't work they just either they break or the water goes right over them or they have to open it up because otherwise it will break you can't stop the Ganges it's impossible to stop the waters of the Ganges and this can be seen in the example of the floods that happen sometimes in Mayapur despite the fact there are dams but when the Ganges out of the shores it goes through these dams and breaks them and the water is impossible to stop similarly a pure devotee's attraction for the transcendental form and pastimes of the supreme god cannot be stopped by any material condition the word anvitschana without interruption is very important in this connection no material condition can stop the flow of devotional service of the pure devotee so there's a very nice prayer by Queen Kunti where she's saying that she wants her affection for Krishna to be like the flow of the Ganges which flows uninterrupted to the sea where she says she wants her her connection to Krishna was the same as the water Ganges which is in the water in the in the water in the water in the water Продолжение следует... 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 А в Явахито также значит, что интересы преданного совпадают с интересами Верховного Господа. Чистый преданный хочет только одного – исполнить трансцендентное желание Верховного Господа. Спонтанное служение чистого преданного является трансцендентным, его не может коснуться сквер-нагун материальной природы. Таковы признаки чистого преданного служения, свободного от материального осквернения. Продолжение следует... Здесь очень ценная информация. Многие спрашивают, что же такое чистое преданное служение. И здесь Господь Капила, Он объясняет его, рассказывает об этом своей матери, потому что она задает правильные вопросы. Take some time to read this again, you know, not just during the class, go over it again a little bit. Постарайтесь свободное время перечитать это еще раз, то есть не только когда мы читаем вместе с вами. Or try to tell other people about it. That way you'll learn it. Или пытайтесь рассказывать о прочитанном другим людям, таким образом вы сможете это запомнить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...